Вкусная, качественная, своя. Отечественные прилавки все больше завоевывают продукция местных производителей. Татьяна Еремкина точно знает, сколько мяса должно быть в хорошей колбасе. В месяц ее предприятие в Огоневском поселении производит 120 тонн мясных изделий. Колбасу, сосиски, бекон и многое другое. Найти товары под маркой компании можно в ведущих сетевых магазинах. В планах открытие птицефабрики, тоже на Щелковской земле. Нам будет выделено 94 гектара, где мы будем строить птицеферму, разводить только фермерских петухов и кур. Это будут вообще куры, которые, как сейчас говорилось, будут разводиться только в маленьких фермах. Мы это будем делать в большом объеме, так как очень многие хотят эту курицу в сети закупать, но такой курицы пока нет в России, которую мы будем выращивать. Предприятие – пример успешного освоения земли. О том, как сделать, чтобы таких производств в Щелковском районе стало гораздо больше, говорили на специальном круглом столе. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев ставит очень важные задачи, чтобы земли и сельхозназначения вернулись в оборот. Чтобы прежде всего они работали на обеспечение продовольствием сельхозяйственной продукции жителей Московской области. По крайней мере, ставится задача на то, чтобы тепличными овощами мы были обеспечены на практически 100%. Всего в Щелковском муниципальном районе 17 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Сейчас свободные земли под предоставлением, под инвесторов, под фермерские хозяйства, под сельскохозяйственные предприятия. У нас есть 1460 гектар, находятся они в городском поселении Фрианово. Мы готовы предоставить эти участки для ведения сельского хозяйства. На данный момент в Щелковском районе уже работает ряд крупных предприятий сельскохозяйственного профиля. Агрофирма «Восток», «Аспока Литвиново» и другие. В планах открытие еще нескольких, в том числе строительство тепличного комплекса, научно-технологического центра растеневодства, создание национального фермы парка. Помочь в развитии сельского хозяйства призван вступивший в силу не так давно федеральный закон, согласно которому сельхозземли, неиспользуемые по назначению, изымаются у недобросовестных собственников. Это очень важный момент. Нужно определиться с теми организациями, людьми, которые реально хотят и могут брать эту землю. Инвестиции, финансы, по личному опыту, могу вам сказать, что это не самое главное. Самое главное – это иметь желание, харизму и способность это сделать. У нас не задача изъять земли и потом их кому-то давать. Как минимум три варианта есть. Первый – это собственники земель вкладывают свои средства, инвестиции в развитие сельского хозяйства. Второй вариант – сдают в аренду тем, кто хочет заниматься сельским хозяйством. И если эти два варианта, конечно, не будут использованы, то мы с 1 января 2017 года в судебном порядке можем изымать. Здесь нужно помогать, нужно откликаться и, безусловно, развивать. Кроме того, на встрече был высказан ряд предложений, в частности, о субсидировании процентной ставки по кредиту на оборотный капитал сельскохозяйственных предприятий. Также участники «Круглого стола» выступили за создание товарищеско-индивидуальных хозяйств и обратились к местным властям с просьбой поспособствовать реализации фермерской продукции. Тариза Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...